здравствуйте друзья мои сегодня я сниму такое видео у меня с воздушками долго не пользовались еще посмотрю сегодня в каком он состоянии находится вот снял со стены смотрю весь ржавый сейчас хочу привести порядок для этого у меня есть с собой масло вот такое масло чуть-чуть я думаю это нам хватит дальше имеется две куски тряпки если нужно будет еще есть там тряпка запас и вот такие куски для чего они нужны вот у нас вот ствол когда будем чистить отсюда пропущу его маслом смажу специальная дырка я здесь смажу маслом и проведу по стволу но это я вам потом покажу посмотрим сейчас попробуем его почистить давайте сперва чуть-чуть простой тяпкой без смазки без ничего очищу его желательно оружие до этого состояния не доводить но раз мы его довели до этого состояния сейчас надо довести до того состояния чтобы она блестела немножко почистили со стены и сейчас я возьму масло у нас тряпочка была чистая покрапаю немножко и пройдемся и пройдемся здесь более-менее что-то стало я сейчас чуть приостановлю видео почищу его полностью аккуратно потом покажу вам как ствол будем чистить вот я почистил его сверху вот с маслом почистил тряпочки с маслом сейчас пройдут чистой тряпкой еще лишнее масло если будет уберу отсюда ну конечно она полностью от жавчины не очистится но чтобы полностью очистить если есть такие любители наждачек то я наждачных бумаг я не советую я конечно не профессионал в этом деле я только любитель если мы будем использовать наждачную бумагу я не советую я не наждачную бумагу здесь весь металл расцарапаем думаю будет еще хуже даже уверен что будет еще хуже чем больше царапин где влажное место будет там она еще больше будет ржаветь так что и так тоже сойдет думаю лучше его уже не почистить но это вполне достаточно самый лучший вариант до этого его не доводить сейчас открываем вот здесь отсюда через камеру не видно внутри сейчас почистим вот у нас я приготовил тряпочку тоже отсюда вот ставим сперва оставлю первый раз без смазки без ничего аккуратно пройдусь чтобы очистить от ржавчины вот один раз прошелся следующий раз уже так буду чистить только уже с маслом вот на тряпочку нанес пару капель масла здесь уже нанес вот здесь еще нанесем он здесь мокрый в масле сейчас аккуратно опустим сюда если туго идет чуть-чуть покрутить у него нарезная резьба идет внутри когда смотрят через него должен блестеть внутри я пару раз так проведу потом продолжение вот я почистил маслом уже чистое выходит масляные тряпки тоже чистые выходят сейчас возьму чистую тряпочку и и пару раз это два раза пройдусь чистыми что в полной части летит от масла тоже чистим если наждача этот жарчина осталась и жарчина тоже очистить что в полной части вот 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 еще что то осталось здесь Продолжение следует... На свету посмотрел, через вот это отверстие, на свету вроде блестит. Если там будет ржавчина, при выстреле пуля или будет застревать, или будет удар пули, ну, полет пули уменьшится. Скорость пули уменьшится. Все, это мы уже почистили, и внутри ствол тоже почистили, сверху тоже почистили. Ну, я думаю, что он готов к бою. Еще хотел бы вам сказать, показать, но здесь воздушка с предохранителем, когда его заряжают, здесь на предохранителе становится. А когда стреляет, сперва с предохранителя снимают, потом стреляют. Здесь один нюанс имеется. Вот эти саморезы, когда стреляют много, они расслабляются. Они расслабляются. Видите, как легко они крутятся. Вот надо их слегка затянуть. Ни в коем случае надо их сильно затягивать. Почему? Потому что, если мы их сильно затянем, и то после этой затяжки надо их проверить. Когда мы заряжаем его, вот с предохранителя снимаем и стреляем. А если мы их перетянем сильно, когда мы его заряжаем, получается, предохранитель автоматически снимает и заодно стреляет. Сам стреляет автоматически. Из-за этого вот здесь находятся саморезы. Ни в коем случае не нужно перетягивать. Слегка затянули, оставьте. Но проверять надо их часто. Если вы много стреляете, проверять надо их обязательно часто. Чтобы они не выпали. Когда они сильно расслабляются, вот эта пластмасса шатается, она может отсюда выпасть. Чтобы этого не было, надо проверять. Конечно, за оружием надо сильно ухаживать. До этого состояния оружия не нужно доводить. Это плохой пример. Если имеется хоть любое оружие. Хоть пистолет, ружье, воздушка или автомат. Любое оружие, он нуждается в уходе сильном. Надо чистить часто и аккуратно. Желательно, чтобы до этого момента она не доходила. Все, на сегодня все у нас. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось или какие-то ошибки я допустил, пишите в комментариях. Но прошу строго не судить. Знаю, что я допустил ошибку. Что я его долго не чистил. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...